Музыка Уважаемые гости, ученики школы, их родители, бывшие выпускники, мы приветствуем вас всех с днём, международным днём родного языка. В третьей школе, так уж повелось, что издавным днём, у нас собираются дети из разных-разных стран. Эти дети, которые приезжают сюда, говорят на одном очень часто употребляемом языке, русском. Школа третья, это школа с русским языком обучения, поэтому откуда бы ни приехал ребёнок из-за границы, из Англии, или Венгрии, Чехии, или Литвы, они приходят в первую очередь к нам, и если у нас есть места, конечно, мы принимаем других детей. В школе учатся больше 20 национальностей. Сами понимаете, что для этого необходимо осознать такие условия, чтобы слово «дружба» это было не густое слово, чтобы толерантность, дети понимали, что это уважение к человеку любому, такой бы национальности он не был. Поэтому наши учителя русского языка и литературы решили этот день встретить торжественно и пригласили всех нас сюда. У нас на нашем празднике присутствуют гости, которых мы очень ждали. Это и представители госполкома, это заступник мэра Владимир Юрьевич, это представители посольства Российской Федерации во Львове, это общество Собаков Ушграда, это общество русской культуры и многие другие друзья нашего учебного заведения. Позвольте мне еще сказать вот что. Вчера девятиклассники нашей школы встречались с очень интересным человеком, генерал-лейтенантом в отставке Шиловым. Этот человек пришел рассказывать о военных путнях, он пришел рассказывать о войне, а закончилось все тем, что мы пришли к выводу. Ни одному больше поколению наших детей, ни одному поколению их детей, чтобы не пришлось пережить ужасы войны. А война очень часто начинается на национальном вопросе. Кроме всего прочего, для того, чтобы не воевать, обязательно надо уметь слушать и слышать друг друга. Человек это такое существо, единственное существо в мире, которое умеет разговаривать. И поэтому, естественно, что идеалом нашего выпускника это будет такой выпускник, который сможет разговаривать свободно на русском, украинском, английском языке, который сможет услышать и слышать любого другого человека в любом конце нашей земли и понимать, что даже несмотря на то, что у нас есть какие-то различия, у нас есть самое главное и самое ценное, что есть у человека. Это моральные ценности. Те, которые переступать нельзя. Позвольте мне начать наш праздник, праздник слова, и да здравствует его величество слова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 В полицейских погибло пять студентов, участники демонстрации в защиту своего родного языка, бенгалия, который они требовали признать одним из государственных языков страны. Признание и уважение всех языков являются ключом к сохранению мира. Каждый язык самобутен. Он имеет собственные выражения, которые отражают менталитет рабочий народа. Подобно нашему имени, мы обретаем родной язык от нашей матери в детстве. Он формирует наше сознание, пропитывается заложенной в нем культурой. КОНЕЦ По мнению специалистов, родной язык находится под угрозой исчезновения, если в том или ином сообществе его перестают изучать более 30% детей. Сейчас в мире под угрозой исчезновения находится более 50 языков. Некоторые из них, например, лапланские, на которых разговаривают в северной части России и в скандинавских странах, находятся под угрозой исчезновения. Вот что говорит о Дне родного языка генеральный директор ЮНЕСКО Куэтира Моцлуума. Отмечая Международный день родного языка, мы отдаем дань уважения несвятному числу существующих в мире языков. В Международный день родного языка все языки признаются равными, поскольку каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека и каждый представляет живое наследие, которое нам следует оберегать. Наше маленькое Закарпатье, если подняться в космос и посмотреть на него, оно будет маленькой-маленькой точкой. Но на нашей любимой земле Закарпанской проживают представители 72 национальностей. И вы знаете, когда приезжают в село, где живут немцы, словаки, румыны, смотришь на них, с какой любовью они относятся к своему языку, к своей культуре. Душа просто радуется. Я желаю, чтобы все сохраняли свою культуру, знали свои языки. В нашей школе первое церковное святое было проведено 10 лет назад. На тот час среди нас учились представители 17 национальностей. В школе архиве сохранилась фотография, на которой мы видим Украинку Надею Мальонова, Вермейлев, Натевикта, Оганеса, Няковосяня, Азербайджанця Каграмана Касимова, Угорца Юлия Дробиняка, Россиянку Браченко Тетяну, Еврею Абербу Ганну, Марка Губера, Юрковець Копуліну. Нужна рука? Зачем же дело стало? Хотите сердце? Мне не жаль. Оставьте мне единственный малый, родной язык народа моего. Глаза нужны мне самому известным, но я ограблю и глаза свои. Оставьте мне единственный, лишь ли не оставьте мой язык, И пейте язык моей единственной любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Украинской мовы имени Патра Яцика. Дальше в большом выступлении наморачивается Армхадий Арпа, учебный состав авоказии. Карамужик, монархиевский украинской мовы, группийской творчественной литературы. Дипломом третьего ступени нагороджуется Оновко Катрин, ученица шестого класса, переможец третьего міжнародного модуля литературного конкурса имени Тараса Шевченко. Вітаємо переможців. Ви побували на цій сцене, ви отримали заслужені награди. Хай у вас буде більше. Хай буде більше серед вас переможців і любіть свою мову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Продолжение следует... 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 Сильно родом приемный Я свит узрил под безкидом Первый воздух русский сал И кормился русским хлебом Русин меня колесал Коль первый раз натворил род Русское слово природ На азбуце Первый мой поц Молодого челатьок Русским потом я питан бил Русским ишел разходом в широкий свит Многие забил Со своим знатись родом И теперь козлида дня Кто кормит Кто не держит За мое русское племя Мою годность держит Про то тоби родимый Клянуся живым богом За печальный ход И труд твой повинуюся половому И отдам ты сколько могу Прийми той щирой дорог Приймись у маленькую книгу И сись письменный рядок Прочи я же не забуду Сердце моего скруту пожертвити Я твой буду Твоим другом И у нас Многие из нас не теряют связи с исторической родиной Мы тогда лишь горно дышим Если речь разумно слышим Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем известно, что если языком не пользуется, он становится мертвым. И главный пример этому – иврит. Древнееврейский язык был мертвым на протяжении двух тысячелетий. Но в середине прошлого века образовалось государство Израиль, которое решило вернуть свой язык народом. Сегодня языком пользуются более 8 миллионов человек. Так и свершилось чудо. Язык воскрес для мира. Иерусалим, из золота, из меди и света, не правда ли я, скрипка для всех твоих песен. Иерусалим, из золота, из меди и света, не правда ли я, скрипка для всех твоих песен. Иерусалим, из золота, из меди и света, не правда ли я, скрипка для всех твоих песен. Мы посещаем Россию, Беларусь, Америку, Армению, Грузию, получаем заряд бодрости и становимся энергичнее и сильнее. Приезжайте к нам, вот эта школа уже лет 6 сотрудничает с гимнатией славянских языков города Кошица. И сегодня на эту сцену мы приглашаем гостей. Представители Ужгородской общеобразовательной школы номер 4 со славянским языком обучения. Встречайте! Аплодисменты! Аплодисменты! Продолжение следует... 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 Так. Не кридит слова? Не кридит. Язык? Да. Не кридит. Не кридит. Правильно. С песни слова не кридит, а и из своего не? Слова. Дяга. Ну что ж, знает, да? Знает, знает. Начало искусства основа в фольклоре. Так определил горький органический связь литературы с фольклором. Глубоко проникнуть в культуру другого народа очень тяжело. Но знание языков расширяет наш кругозор и открывает перед нами многообразный мир. Глубоко проникнуть в культуру другого народа. Понять мне на нем. Родной язык. Он дорог мне. Он мой. На нем ветра при горе свищем. На нем впервые довелось услышать нелепых птиц зеленою весной. Глубоко проникнуть в культуру другого народа. Глубоко проникнуть в культуру другого народа. День и ночь рождены для добра Дети времени, брат и сестра И ответ на они по планете Только порознь ходит всегда А земли первоздарные дети Это люди, огонь и вода Под рекой в костюме зеката Скрется в небо И рад до утра Видите красноликого брата Слыша, как выбивает сестра Всегда во сне все странно и нелепо Приснилась мне сегодня смерть моя В полневный жар В долине Дагестана с лицом груди Лежала недвиженная Свинит река и жиль неукротила Забытый и ненужный никому Я распластался на земле родимой Пред тем, как стать землей самому Я умираю, но никто про это Не знает и не явится ко мне Лишь в вышине облыкли кочек где-то И стону плавить где-то в стороне И чтобы плакать над моей могилой О том, что я погиб под светилем Ни матери, ни друга нет, ни милой Чего уж там и плакающихся нет Так и лежал и умирал в бессилии И вдруг услышал, как невдалеке Два человека шли и говорили На мне родном, а в барском языке В полневный жар в долине Дагестана Я умирал, а люди речь вели О хитрости какого-то Хасана О выходках какого-то Али И смутно слышав звук родимой речи Я оживал, и наступил тот миг Когда я понял, что меня извлечь Не врач, не знахарец, а родной язык Я за него всегда душой болею Пусть говорят, что беден мой язык Пусть не звучит с трибуны ассамблеи Но мне родной, он для меня велик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Я надаю ему слово! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо! 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 They said I could speak in English! and say that we're all pretty much Ukrainian at heart. my name is Patrice. My name is Patrice. This is Sara Anita. This is Sara Anita. This is Sara Eliza. And I hope you enjoy this song. And I hope you enjoy this song. And I hope you enjoy this song. I've worked for my life. And I worked for all my life. And I had to start again. With just my family by my side. I thank my lucky stars. I thank my lucky stars. I thank my lucky stars. To be living here today. I thank my lucky stars. And I'm a happy friend. And I'm happy to stand up. And see you on the center till today. And there ain't no doubt. Субтитры создавал DimaTorzok 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 How many languages do you know so many times you are a person? How many languages do you know? 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 Я очень рада, что вам сегодня возможность быть здесь, на такой большой славности материнского языка. Как вы можете услышать моим материнским языком, я Словенчина. Это прекрасный, но сложный язык. Но я сейчас я, моего сердца и моей души. В Словенчине я читала первую расправку, что я читала первую песню, говорила первое слово и говорила по-словенски всегда, когда я дома. Это очень важно для меня и для моего родина. Но также я очень рада, что в нашей школе можно рассказать и на других языках, а это в Украинский, Русский и английский. Так что мы здесь. Я очень рада, и это был очень красивый для меня. Спасибо вам всем за внимание. И будьте здоровы, и будьте здоровы, и здоровы, и здоровы, и здоровы, и здоровы. Я думаю, что я не могу проложить в Украинский или Русьчин, потому что вы понимаете. Ано? Ано. ПЕКНЕ! ЖАСНЕ! Добре джанке! 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 то хоть укранишь влагу, то ишь, может, оттона репаям от ид урусиш влагу, футо. Не мей чудало то, что вас, хоть агония вентонит. Думаю, потрібно перекласти, не всі зрозуміли. Я хотела сказать, что для каждого человека найгарніша мова та, которую она чует от матери. В своем детстве. Я тоже не виняток и очень люблю говорить угоршкою мовою. Она мне дает наснагу, подсильняет, подкрепляет меня, дает мне силы идти дальше. Життя так сложилось, что я училась в украинской школе. Но еще больше чудово то, что я училась в украинской школе, а еще лучше то, что я училась в английском языке. Так что, в моем жизни поедали эти четыре мови, и я очень счастлива и рада над этим. Счастья вам всем. Добрый день. Я украинка. Я欲шаю себя тем, что находилась на этой прекрасной земле, которая дала свету Ярослава Мудрова и Григория Сковороду, Тараса Шевченко и Александра Довженко, Соломию Крушеницьку и Лесю Украинку. Я欲шаю себя тем, что я я частичкою того народу, в якому густа было вкладено неоцененный дар. Нижну, милу, свитанкову, ясну, чисту, колескову, мелодийну, дзвінкотючу, радісну, живу, співучу, найдорожчу, рідну, власну, мудру, сонячну, прекрасну, сологіру, барвінкову, українську мову. Не випадково цю мову вважають однією із найпрекрасніших і малозвучніших у світі. Я рада, що я цією мовою володію і можу передавати свої знання учням. Адже не дарма говори, що ти скільки разів людина, скільки мов знайиш. Адже не дарма говори, що ти скільки разів. 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 Англійську мову в школі номер три. Але виросла я в Солотвіні. Мій батько румун. Він навчив мене говорити по-румунськи. Моя бабуся угорка. Я знаю угорську мову. В університеті я вчила англійську і німецьку. І, звичайно, добре молодію українською та російською мовами. Але здається мені, що найпрекраснішою є мова румунська. І я зачитала слова Емілії Бугару про красу румунської мови. Дякую. 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 Мне очень приятно присутствовать на этом празднике. Знаєте, еще Лев Николаевич Столстой сказал, что слово – это дело великое. Словом можно соединить людей. Словом можно разъединить людей. Словом можно найти самые прекрасные слова, выразить свою любовь. Однако слово может и выражать вражду. Я родилась в Москве. Но сложилось так, что живу в Ужгороде, знаю несколько языков. Училась я сама в третьей школе. И под общей крышей, под крышей нашей третьей школы, мы учим, воспитываем будущее поколение. И рады за то, что знаю много языков. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда-то она была. И с помощью, при содействии городских властей и руководства третьей школы, в лице Светланы Баргалиевны, большое спасибо их за это, мы теперь смогли наконец-то это сделать. И у нас теперь действует на базе третьей школы армянская воскресная школа. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, большое спасибо всем, кто на этом участвовал. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас вы сможете убедиться в том, что наши дети очень талантливые. Хотя, уже армянские дети были на этой сцене. Даже те, кто не признается в этом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо. Тишина, шоу-хоу. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие ребята, уважаемые гости. Помните, что владея родным языком и уважая другие, вы показываете свой культурный уровень. Скажем словами другими. Берегите чистоту языка, как святынь. АПЛОДИСМЕНТЫ В языке есть драгоценнейшее суфровище народа. Первое средство его развития и залог всех духовных успехов. Главное – право на славу потомства. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще про таков облаком получал. АПЛОДИСМЕНТЫ Предпочитает родной язык всем остальным. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а те, кого взломал наш полилог, те, кто проникся соединением культур и народов, те, кто просто хочет высказаться о значимости языкового наследия, вам слово. Приглашаем вас на нашу сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые все присутствующие, Уважаемые организаторы, ведущие и все, кому дорог родной язык. Сегодня здесь все такие. Позвольте, от имени русской общины, русского движения Украины, областного управления, Закарпатского областного общества русской культуры, Русско-Родского общества русской культуры, и поздравить всех присутствующих с этим праздником, который, я уверен, не оставил никого равнодушным. Мой родной русский, и я сегодня получил большое удовлетворение, и для меня сегодня также персональный праздник, из-за того, что большая доля сегодняшних выступлений и теплых слов отнесена к русскому языку. Позвольте, от имени Общества русской культуры Закарпатия, маленький подарок, презент, Ужгородской школе номер 3, единственной областной школе в области школе, где преимущественный язык образования русский. Мы очень ценим связь с вами, и надеемся, что в этом празднике с радостью поздравляем вас специально. Светлана Марсула Сапургавиевна, извините, с этим праздником и вашим персоналом, и вашей школой. Это вам понравилось. Это пять дисков, полная версия истории освобождения нашей страны, истории освобождения Европы, художественной версии. Спасибо вам всем. Спасибо вам большое. Я хочу только уточнить, в городе Ужгороде и в Закарпатской области сейчас существует только одна школа, где ведется обучение на русском языке. Все остальные школы имеют украинские классы. У нас пока этого нет. У нас только русские школы, а украинский мы учим на уроках украинского языка, а также точно как и английского. Я родился в Болгарии, и поэтому хочу рассказать стих о этой прекрасной стране. От гражданской грижи и от гражданской мыльдух кревстает световый ветер в милистилах, мы их в окрым, и обувь все движи, и тресками пространства все открыло. На раму там не падает дождаведы, о, треплыве дождавы на юне, измима там не висы горацеды, прилечащие на осени петуньи. И я с тем гледом, предсветаем млечем, с боюком ваших мимолетних звуцей. За счет узнава, пусть утра до далече, над моей грантной бедущей от светла. Спасибо большое. Я бы хотела представить Карину Каграманову, которая расскажет вам стихотворение на армянском языке о том, как книга открывает перед тобой целый мир. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И Рафаэл Симунян, ученик третьей школы, кстати, расскажет стихотворение родной Армении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочется у вас по армянке поблагодарить, как по армянке будет спасибо, ребята, скажите. Может быть, еще кто-то хочет выступить и рассказать какие-то теплые слова в адрес своего родного языка? Пожалуйста, мы приглашаем вас. Пожалуйста, мы приглашаем вас. Но грустно мне и одиноко мне. Армении не видно здесь, не слышно, как далека на горе тишина. Когда вокруг шумит твой город пышный, во мне безмолвствует моя страна. И а-ра-ра, он лишь горой библейской вам чудится заоблачной. А нам он скорбь и радость беззакатном блеске, надгробье, колыбей, бессмертный храм. Поймешь ты боль веков тебе чужую, а мы живем, ее в крови храня. Пусть на твоем наречии расскажу я про эту боль. Ты не поймешь меня. Пусть на твоем наречия. Пусть на твоем наречии. Вот такой вот у нас получился прекрасный праздник сегодня. Мы благодарим вам, что вы пришли сегодня на этот праздник, но я думаю, что уже время его как бы заканчивать. Спасибо вам всем огромное. И мы приглашаем на сцену коллектив, танцевальный коллектив участников, школы, да? Правильно я сказал? Учащихся, извините, учащихся школы. Давайте под ваши аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учащихся, извините, учащихся школы. Учащихся, извините, учащихся, извините, учащихся, извините. Учащихся, извините, учащихся, извините, учащихся, извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...